Непризнанные собаки мирового уровня. Пенсионер из сортировки не только разводит породу собак тазы, но и зарегистрировал их по всем требованиям документации. У собак есть даже загранпаспорта, чего нет у их хозяина. Об исчезающей национальной породе собак и их хозяине в следующем нашем материале. Ее зовут Сулкар, ее Ковелев, а его Басар. Рамазан Гусеев более 10 лет занимается разведением собак исчезающей породы тазы. В прошлом году специально продал двухкомнатную квартиру благоустройки, чтобы купить дом на земле. Сейчас здесь просторно и хозяевам, и их четвероногим питомцам. Когда я вышел на пенсию, я начал искать их и по интернету увидел в Алмате этих собак. Поехал, вот эту сухара купил, 6-месячного я за 700 долларов купил и завел. А вот этих Басара и Ковелека мне подарил друг Естай, живет в Алмате, тоже очень хороший человек, занимается стабильными тазами. Собаки регулярно участвуют в выставках и в соревнованиях, охотятся на зверей. Рамазан Гусеев только вернулся из Алматы, где его питомцы приняли участие в соревнованиях по охоте. Тазы карагандинцы не подвели своего хозяина, став первыми. В южной столице заводчики завели разговор о необходимости выделения казахской тазы, о ее регистрации в международных организациях. Пришло время консолидирования породы, уверены казахстанские эксперты. Проект единого стандарта уже разработан. Осталось только изучить состояние породы, ее перспективы и немного подкорректировать документ. Специалисты считают, что было бы неплохо принять специальный закон, ведь тазы – национальное достояние. По Казахстану зарегистрировано всего лишь 300 собак этой породы, а счет особей перевалил уже за 2000. У нас всего 300 собак зарегистрировано, а должно, чтобы у этих собак было тысячи зарегистрировано. Вот тогда нас всемирно признают. Этим надо заниматься. Но собаки очень много. Есть собаки, но они не зарегистрированы. А когда они зарегистрированы, их никто не знает. На выставках не бывает. Из-за того, что нет документов. Даже на выставку не пускают, если нет ветеринарного паспорта. Там столько собак собирается. Может инфекция, может больная твоя собака. Поэтому надо заниматься документацией. Основное количество карагандинских владельцев ТАЗА не хотят заниматься документированием и регистрацией своих собак. Все придерживаются одного мнения. Собаки должны стеречь стадо, охотиться на зверей, участвовать в собачьих гонках. Одним словом, четырехмогое национальное достояние должно работать, а не дефилировать на подиумах и красоваться на выставках. Проблема конкретно у нас в Караганде состоит в том, что владельцы ТАЗА не хотят заниматься этим как положено. Не хотят участвовать в выставках, получать документы на собак, получать титулы. То есть, может быть, это просто непонимание того, как правильно ведется племенная работа с породными животными. У нас работа ведется на уровне «моя собака самая лучшая», я это знаю, и мне не нужны никакие документы, подтверждающие это. Среди регионов активно документируют своих питомцев заводчики Алматы и Усть-Каменогорска. Активизировались останчане. В других регионах собаки породы ТАЗА – это прежде всего дополнительная рабочая сила в хозяйстве. Аим Тора Абдина, Рустам Бараев, Бауржан Ирмагомбетов, 5 канал.